Здравствуйте, друзья! В эфире мультобзор. Смотреть всем! В студии Поля Полякова и мой верный соведущий Филя. Привет! Сегодня в нашем выпуске. Что нам пожелает Бодоборода в Новый год? Какие приключения ждут Катю и Эф в новогодней серии Катя и Эф куда угодно дверь? Друзья, сегодня у нас не обычный выпуск, а предновогодний. Только вот у Филя куда-то праздничное настроение пропало. Но я знаю, кто поможет его вернуть. Известно, что под Новый год случаются настоящие чудеса. И сегодня у нас в гостях знаменитый учитель-путешественник и весельчак Бодоборода. Бодоборода? Ура! Раз, два, три, Бодоборода, приходи! Эй! Привет! Добро пожаловать к нам в гости. Привет, дети! Это кто тут новогоднее настроение расстроил? Привет, Бода! На улице так красиво, снег, новогоднее украшение, а настроение совсем не праздничное. Понятно, что не праздничное. Надоела эта зима, Новый год надо в Африке встречать. Да мы знаем, что ты много путешествуешь. Но почему же в Африке? Что же непонятного? Для Нового года нужно что? Игольчатое дерево. А кактусы растут где? В пустыне. Хе-хе! Я вам как раз один и прихватил. Бода, но на Новый год наряжать ёлку. Кактусы, ёлки, иголки, да хоть Баобаб наряди. Без хорошего подарка новогоднего настроения не будет. Баобабы растут в Африке. Давайте посмотрим про них вместе. Мы в Африканской саванне. А это Баобаб, одно из самых толстых деревьев в мире. Хе-хе, ещё бы ему не быть толстым. Хе-хе, такую жарище он по-де-одним мороженым питается. Ба-ба-бабу-бу-ба-бабу. А где здесь магазинная с мороженым? Нет, Бода, Баобаб во время дождей, как губка, впитывает влагу и толстеет. Засуху, наоборот, теряет влагу и худеет. Не-не-не-не-не-не, худеть мы точно не будем. Мы лучшие подарки на Новый год поищем. Угадайте, какой самый лучший подарок на букву К? Книга? Нет, кактус. Я шучу, шучу. Сейчас научу вас подарки в пустыне искать. Итак, самый проверенный рецепт, поиск подарков лозой. Не отвлекайте. Ай, всё, я погибаю от подарочной недостаточности. Ой, а подарок-то я и не приготовил. Прости, Бода. Зато я смотрел все серии про твои путешествия. И какая серия твоя любимая? Про Японию. Как ты ниндзя быть ниндзя учил. Давайте все вместе посмотрим. Эй, ниндзя! Здесь нет. Ниндзя! Ау! Ниндзя! Где тут все ниндзя? Поищи на городе Ига. Там, в парке Уэно, есть музей и замок. А ещё ежегодно проходит фестиваль ниндзя. Фестивали я люблю! Ну, ниндзя! Готовьте тетрадки! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Кажется, новогоднее настроение начинает возвращаться. О-о-о! Я понял. Новогоднее настроение – это не про ёлки, подарки или угощения. Новогоднее настроение – это когда даришь радость своим друзьям и близким. Понял, Филя. А всё почему? Потому что я научил. Эх, с вами хорошо, но меня ждут новые ученики. Мне надо показать страусам, как страусиные яйца высиживать. Спасибо, Бода, за твои интересные истории. Как ты знаешь, скоро Новый год. Какие пожелания у тебя есть нашим зрителям? Бороду погуще отрастить. Хе-хе. Друзья, желаю вам в Новом году много путешествовать и смотреть мультфильмы про меня. Про лучшего учителя в мире – Бода Борода. Спасибо. Приходи к нам в гости ещё. Не приду, а прилечу. Хе-хе-хе-хе. Какой удивительный и непредсказуемый Бода Борода. Но наш выпуск продолжается. Филя, как твоё настроение? Ой, гораздо лучше. Ну, чтобы оно совсем стало праздничным, предлагаю узнать, какие зажигательные премьеры ждут всех зрителей карусели в праздничные дни. Внимание! Смотреть всем! Ха-хе. Круглые. Ёлку нарядила, гирлянду зажгла. Стишок выучила, а подарков всё нет. Эф, может, мы делаем что-то не так? Давай посмотрим, чем другие в Новый год занимаются. Катя и Эф никогда не скучают. Они всегда находят приключения и новые впечатления. И, конечно, Новый год – самое лучшее время для этого. Катя у нас очень любопытная, как ты знаешь. И ей стало интересно, а как празднуют Новый год в разных странах. И она путешествует вместе с Эфом и в Китай, и в Италию. И смотрит, как же празднуют там праздник Нового года. А здесь как-то подозрительно тихо. Осторожно, Эф! Мебельный торт! Я нисколько не сомневался, что и в этот раз наши любимые герои Кати и Эф не дадут нам заскучать. Ирина, а как создавали новогоднее настроение? Так же, как и сама серия задумывалась. Там надо, чтобы все как можно больше шумели. Праздничные декорации. Надо было обязательно, чтобы и персонажи, они бегали, делали что-то, получали удовольствие. И в целом, естественно, почему бы и ёлку не прибавить? Конечно! Новый год же! И снежинки, и подарки, и игрушки! Итак, Катя и Эф, я уверен, встретят Новый год весело. А как остальные жители огромной вселенной мультфильмов? Не буду спать. И увижу Деда Мороза. Здравствуй, хозяин волшебной кухни. С Новым годом! Майя, нямняшка, с Новым годом! Майя, героиня мультфильма «Волшебная кухня», решила приготовить торт к празднику. Конечно же, с помощью хозяина волшебной кухни. Вот, делаю сюрпризы моим помощникам. Я тоже хочу, как Дед Мороз. Ну, не буду раскрывать рецепт, сами увидите. Ой, а что это за компания за столом? А, придумала! Хочу летающий скид на волшебных кристаллах. Да это же Варя, Маша, Аленка и Снежка! Девочки-волшебницы тоже любят Новый год! И, между прочим, пишут свои желания, ведь мечты есть и у волшебников. Ну и о чем же ты мечтаешь, Снежечка? Чтобы у всех-всех сбылись их мечты. Мечты, мечты, мечты Без спешки, суеты Глаза закрою Взлетаю со мечтою Белый зверь! Он идет на мягких лапах и тихонечко поет Новый, 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 самый, 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 новый, новый год А кошечки и собачки, как всегда, дружно готовятся к празднику И зубьюки, и сосулик борода Он танцует и кружится, и идет, идет сюда С наступающим Новым годом всех вас, ребята! А на сегодня у нас все Смотрите мультики, любите мультики И пишите нам письма С наступающим 2023! Увидимся в новом году В мультобзоре Смотреть всем!